всем приветики с вами милис и мы продолжаем играть в дети сайлентауна так что бери вкусняшки садись поудобнее и приятного тебе просмотра поехали пока я собирала здесь все вот эти вот мозаики пазлы у меня сгорели глаза серьезно вот когда фокусируешься в одну точку у меня просто они сейчас вытекли так что если начну плакать то уж не без так все вставляем последнюю штучку вот не было очень много это был капец это был капец конечно занятный но ничего так теперь я могу понять где чая где порошок чили так листовой чай получен хорошо теперь мы можем чаечек сделать ага о вода закипела так я уже забыла что на самом деле происходило здесь начинаю вспоминать что я совсем давно снимала ее и уже подзабыла о я божглась ну чё тебе сказать ну чё тебе сказать а давай-ка объединим вот это кажется раз вот этим да чай отлично у нас есть чай так теперь что ей надо кажется дать чай хочешь чай я хотел узнать мы попьем вместе чай и все плохие мысли с честно да просто замечательная идея твой папа делать очень вкусный пряный чай ты тоже меньше его делать она мне вообще не слушает я знаю что делать я сделаю такой хороший чай что она не сможет меня игнорировать так ну это замечательно конечно но чудо что а мне надо просто взять чай да я вспомнила и дать ей спасибо дорогая ухо как вкусно вот я не только не такой как у отца но определенно чувствуется что ты его дочка дорогая конечно я больше не маленькая девочка и могу сама решать многие задачи да конечно ты больше не малышка ох как же ты быстро растут дети значит вы тоже можете рассказать мне то что хотели сказать папе ну это почему бы тебе не поиграть на улице люси сегодня чудесный день а я посижу здесь буду потихоньку печали ждать твоего отца будь хорошей девочкой ничего не получается даже чай не помог придется искать другой способ так чтоб сделать чтобы сделать кукла тона за записка хорошо так может печеньки хоть печеньки нет так чем сделать потому что кукла и чтобы сделать чтобы сделать чтобы сделать папа не хоть чтобы выходила на улицу а то сказала мне выходить в негодная так а раз и подожди 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 что она хочет она не слишком умна но я не могу понять что она скрывает нужно найти другой способ какой способ найти а конечно конечно я и забыла так игрались поигрались вот такие вот дела вот хорошо мы поигрались так давай чинить давай чинить так очень нелегко я смотрю здесь будет так если мы сделаем вот так вот так вот так вот так вот значит нет мы должны сделать это как-то по-другому возможно я понимаю как а возможно я не понимаю как так вот она что я очень много времени потратил чтобы это решить но проблема в том что я не видела что сверху и справа есть крестики с которых можно вот начинать о отличненько вот отлично вот и замечать вот просто потрясающе зараза ничего тогда сейчас заново все сделаю и все будет отличненько вот слепе сразу видела что можно это сделать это было бы намного легче ну что у нас там так они играли в мячик и мячик куда-то опять в лес ушел по ходу она заплакала она достала мячик на плачет плачет все дела у я как раз помнил одну историю своего детства знаешь твоя мама всегда была очень безрассудной однажды наш мяч укатился в лес и она была такой храброй что пошла за ним в одиночку можешь представить себе в лес она не побоялась нашли все тоже их осталось бы в последнее время у меня было ощущение что они за ней следят ух ты я я же ее лучшая подруга нет нет они должны были видеть меня с твоей мамой так часто что погоди о чем этого говорить люси люси милая ты ты ведь боишься чудовище да ты никогда не пойдешь к лесу до никогда не делай этого они увидят если они забрали твою маму то наверняка следят и за нами не подходи даже близко к лесу люси прости люси я я я кажется знаю где может быть папа пойду поищу его а да дорогая хорошо пора валить от нее она съехала с крыши так ищем отца оливия пугает меня когда я пытаюсь что-то понять взрослые всегда стараются меня напугать но я не боюсь и я не сдамся я хочу знать что случилось мамой а вот кстати объявление я продолжу расспросы буду делать записки можно использовать для записи папина послание за звук страшными на начнется расследование мамочку это хочу знать что же случилось а песик привет привет уголек что случилось какой-то грустный и за шляпа а это же что-то за шляпу что это ты не хочешь чтобы я ее трогала ладно и заберу не заберу если ты не хочешь наверное плотник я потерял о привет этот шумишь дедуль здравствуйте как поживаете ой держусь себе форме занимаюсь тяжелой работой трубы помолчать вы чините трубы о-о-о точнее не скажешь я же был водопроводчиком знаешь просто не мог больше смотреть на эти дырявые трупы без сожаления это прекрасно ведь правда мы уже давно не можем набирать воды из источника и не волнуйся когда я закончу воды у нас будет сколько угодно здорово удачи спасибо милая так все-все-все-все-все-все-все-все хватит уйди от не уйди от него уйди а не надо общаться не больше так ладно давай пойдем а мы расследование надо расспросить вот столько много людей бабуля какая-то здравствуйте а ты плюси до дочка элоизы можно задать вам пару вопросов вопрос дети должны просто играться и дурачиться а вопрос оставь взрослым дорогуша чудовище вы знаете как выглядит чудовище когда-нибудь видели хоть одного что уны леди мы подобных вещах не разговаривают но я хочу знать чудовище утащили мою маму и меня Ах, ну конечно, я понимаю, в чем дело, но... Не надо так, дитя. Ты не можешь просто приставать к людям своими расспросами. Ты не единственный, кто потерял близкого человека. С вами это тоже произошло? Понимаешь, это как раз один из тех вопросов, которые не надо задавать. Ой, простите. Помни, дитя, правила защищают нас. Те, кто их не соблюдает, исчезают. Навсегда. Со временем ты примешь это, если кто-то пропал. Всегда он же самый виноват. Это неправда. Мама никогда ничего плохого не делала. Глупая девочка, не повышай голос. Тьфу, я только зря время на тебя трачу. Я знаю, что лес опасен, и я никогда туда не пойду, но мне интересно, на что он похож. Боже, вот об этом думают современные дети. Я просто подумала, что если бы я получше знала лес, то была бы в большей безопасности. Малышка, тебя не должны интересовать такие вещи. Просто следуй правилам, и все будет в порядке. Я прожила здесь всю жизнь, и все всегда было так, как сейчас. Больше тебе ничего не надо знать. Это не важно. Простите, мне пора идти. Может, ее как-то, знаешь, типа направить на путь искупления? Может, она не будет такой коргой? Так, хорошо. Веселье, вечеринка, все классно. Что дальше? А она осталась одна. А, лес забрал у нее двое, успокаивающий звук у бегущей воды. Река была здесь и тогда, когда я была еще ребенком. Я счастлива, что, несмотря на все эти годы, деревни по-прежнему на своем месте, как всегда. А вот люди, людей уже нет. А что вы имеете в виду? За долгие годы я много повидал о лес, что появлялись и исчезли. А, почему мы вешаем плакаты с лицами пропавших, если кто потом не идет их искать? Нет, нет, плакаты нужны не для того, чтобы помочь в поисках, а просто, чтобы знать, кто пропал. Но кто-нибудь хоть раз пытался найти кого-то? Одни лишь дурачки, у них всегда одна судьба. Другое они не заслуживают. Чудовище поджидает их, и никто не возвращается домой. Понятненько. Так. Хорошо. Давай к нему, он похож на нашего отца. Эй, ты, малышка! Извините, пожалуйста, можно? Понятно. Понятно. С ним не поговорить. О! Эй, солнышко! Привет, Лёси! Если ты ищешь остальных, они играют вон там у лавки. А ты что делаешь? Он попросил у меня подрезать растения, они разрослись не на шутку. А, и как весело. Ну, с маленькими листочками морока, с большими, прямо чувствуешь, как дело продвигается. Очень неплохо. Да ну, кого я обманываю, это очень скучно. Ну, ты же знаешь мою маму, сначала дело, а потом еще одно дело. А ты что здесь делаешь? Я провожу расследование, можно задать тебе несколько вопросов? Конечно, задавай. Лес. Ты бывала когда-нибудь в лесу? Конечно, нет. Мои родители сердятся, если я к обеду и опаздываю. Даже не представляю, что бы они сделали, если бы я пошла в лес. Я тоже там никогда не была. Единственная, кто может туда ходить, плотник. Ты могла бы его расспросить, однако... Задавать взрослые такие вопросы не лучшая идея. Они не хотят об этом говорить. Я поняла, спасибо. Ты же знаешь, моя мама, я слышала. Мне очень жаль. Как ты? Ну, бывало и лучше. В моей семье никто не исчез, поэтому не могу даже представить, что ты чувствуешь, но если тебе нужен друг, ты всегда можешь прийти ко мне. Спасибо, солнышко. И еще Люси. А? Я знаю, ты храбрая, но... Пожалуйста, не ходи искать ее в лес. Я серьезно не хочу, чтобы мою лучшую подругу утащили чудовище. Солнышко, ну... Это же ты у нас серьезная ответственность, а не я. Люси! Я шучу, не волнуйся, никуда не пойду. Просто хочу больше узнать о пропавших людях. Я знаю, понимаю, взрослые нам не все говорят. Ты тоже это заметила? Да, но я уверена, они поступают и для нашего же блага. Они не хотят, чтобы мы волновались. Со мной так же. Не заставляй меня волноваться за тебя. Ладно, не буду. Старик? Тот старик вон там. Похоже, как будто он за что-то зол на тебя. Ой, вон тот человек все смотрит и смотрит на меня. Я думаю, вдруг он меня ненавидит. Правда, не знаю, за что бы. Он кажется важным человеком. Из-за этого я нервничаю. Если хочешь, я могу попробовать с ним поговорить. Ты уверена, что он мне нароссердится еще сильнее? Не волнуйся, я буду въездлива. Что ты знаешь о чудовище? Ну, они живут в лесу. Они рычат по ночам, похищают людей. Да, но я не об этом, а типа, как они выглядят? Ну, я представляю, что они уродливые, у них множество глаз и плотная шерсть. Я думаю, что увидела чудовище. Знаешь, той ночью, когда мама... Правда? Ты сильно испугалась? Это длилось одно мгновение и сразу же убежала. Я помню только его белый мех и рык. Должно быть, это было ужасно. Знаешь, ты единственная, кому я рассказала. Ох, Люся, ты больше никому не должна говорить. Взрослых всегда просто бесит такие истории. Не знаю, что они подумали бы. Но ведь это они рассказали нам про чудовище. А если бы они решили, что оно пришло забрать тебя? Не думаю. Оно не последовало за мной. Представь себе их реакцию, но другими ребятами тоже не доверяю. Мы все слишком сильно боимся. Я не собиралась говорить остальным только тебе. Хорошо, Люся, будь осторожна. Все, мне пора. До встречи. Фух, вот это мы наговорились. Вот это мы наговорились. Вот это мы наговорились. Так, я просниму понятие, на какую кнопку быстро бегать. Здесь нет никого, кто умеет по-настоящему ухаживать за цветами. И никого этого не интересует. Понятно. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ну, эти куртины чудесные. Может быть, их просто нужно полить? Полить? Тут повсюду сухие листья. Старые ветки, которые нужно вычислить. А земля твердая, как камень. Это не куртина. Это уже лес какой-то. А, так вы садовник? Я садовник. Ведь молодежь вообще ничего не знает. Что ж... Открыто. Если можно, я хотела бы задать вам пару вопросов о деревне. Лес. Что вы можете рассказать мне про лес? Все, что и правда, ничему не учили. Нет, в смысле, вы хоть раз ходили туда? Для чего? С чудовищем поболтать? Более глупого вопроса ты не могла задать. А где вы научились ухаживать за цветами? Ответ очевиден. Но, думаю, вас нынешний детей ничему не учит. Понятно. Понятно. Просто попоем ему. Здесь с ним бесполезно общаться, я думаю. Так, хорошо. Он, когда был ребенком, его очень привлекали цветочки. И это все порвалось. Ух, ё-моё! Вы что творите, ребята? Вы что творите? Болечки мои. Гой, боже мой, боже мой, боже мой. Ой. Отлично. А это легче простого, казалось. Ну, в принципе, это было легкое. Надо было просто догадаться, что там еще, а можно откуда начать других концов. Так. Он интересовался цветками. Цветками, цветочками. Ему подарили цветок. Когда-то тут везде был цвел фикус. Или фибиус. Кто он сказал? Как он выглядит? Ты его здесь не увидишь. Больше его никто не выращивает. Это прекрасный темно-синий цветок с большими лепестками. Мне кажется, я как-то видела такое. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Вы представляете, как выглядят чудовища? Они определенно похожи на негодных детей вроде тебя. Останет меня. Ладно. Я пойду. Ладно. Я пойду. Я пойду. Это ж лес. Может, мне не надо сюда идти? Рыщащие звуки, которые мы слышали по ночам. Они идут оттуда. Лес вовсе не выглядит страшным, когда он освещен. Плотник ходит туда каждый день рубить деревья. Однако. Однако. Когда я рассматриваюсь в лес, я всегда чувствую что-то странное. И оно меня ужасно пугает. Давай найдем плотника, я думаю, да? Я думаю, самое то найти плотника. А, там наверху ходила девушка. Наверное, мама солнышка. Так. Давай-ка сюда пройдем. Может, тут кто-то есть? А потом, если что, пойдем к ребятам. Угу. Никого. Погодите. Я же помню, что видел свинец-цветок в саду у Оливии. Может ли быть этот самый цветок, как там говорил старик? Ну, да. Я вижу такой. Я такой цветочек вижу. Блин, она, по-моему, раньше могла бегать. Уже, походу, она не бегает. Так, плотник, кажется, здесь. Наверное. Да? Нет. Или был тот старик, и есть плотник. О, молчишки. Закрыто. Привет. А, ну стой. Никто не пройдет. Особенно такие шпионы, как ты. Все караулишь, блестик? Конечно. Я в этом лучший. Аня опять исключила тебя из своих игр. Ага. В этом я, видимо, тоже лучший. Ну, в этом виновата ты, шпионка. Я ничего не забыл. Короче, я должна оставаться здесь, а значит, ты не пройдешь. Стой. Ну, блин. Ну, че? Ну, блин. Если бы я была козой, у меня бы вся солома очень пригодилась бы. Ну, раз уж я не коза, пусть она останется здесь. А, отлично. Стой. А давай мы печеньки даем. Не. Кукла? Не. Ладно. Тогда пошли в другую сторону. Плотник, плотник, плотник. Тогда остается только справа часть. Мы там не были, и все. О, бабулька. Это песня моей мамы. Откуда вы ее знаете? О, это ты. Что такое, Люси? Хочешь о чем-то меня спросить? Песню. Я знаю эту песню. Да? И что? Так почему вы ее поете? Потому что я пела ее задолго до твоей мамы. А? Что вы такое говорите? А кто, по-твоему, научил ее этой песне? Конечно же я. Я вам не верю. Все говорят, что вы не в своем уме. И у мамы... Мне никогда про вас не говорила мама. Конечно, твоя мама меня не знает. Я просто сумасшедшая старуха. А пение, оно для легкомысленных людей. Пение нет ничего легкомысленного. Ну ладно, ты тоже. Хочешь узнать продолжение песни? Ага. Слушай, хорошенько. У нас получше как-то. Ах, вот и дуэт. Стой, у нас там мамина песня. Ты очень перспективная, малышка, Люси. Ого, время уже почти настало. Время? Для чего? Ах, я ошиблась. У меня часы сломаны. Ох. Вы... Знаете что-нибудь про лес? Ну, это место, где много деревьев, о котором... О каком типе леса ты говоришь? Есть только один тип леса. Тот, в котором исчезают люди. А, этот? Ну да, конечно, должно быть в твоих глазах лес так и выглядит. Ты слишком молода. А что, раньше было по-другому? Люди об этом не говорят. Как они могут говорить о более хорошем прошлом, если все, что они могут сейчас, это боятся нашего, настоящего? Каким лес был раньше? Вы сказали, что раньше лес был другим. Можете рассказать мне все поподробно? Конечно. Знаешь, когда-то в лесу жило множество счастливых птиц. Но в один ужасный день король леса решил, что оставит у себя только тех птиц, которые шепчут лучше всего. Что? Естественно, потом они и перессорились. И... Стой, а что случилось потом? Я не... А о чем вы говорите? Ах, да, может быть, всех их пожирали чудовище. Конец истории. Хи-хи. Ага, да, я поняла. Уф, она словно все время надо мной смеется. Ты еще хотела что-нибудь узнать, Дирогуша? Да, про чудовище. А то, конечно, и не раз. Правда? Последнего из них я помню очень хорошо. Это был спятивший фермер, орущий на своих кур. Ужасное зрелище. А, я понимаю, это тоже чудовище, да. Для меня такие люди и есть настоящее чудовище. Я пойду. Спасибо. Я выучила новую песню. Некоторые предметы могут вскрывать драгоценные воспоминания. Эта песня помогает людям извлечь их из памяти. Выберите новую песню. Используйте это на площади для игры в классике. Поворачивайте ячейки, чтобы задать пудль и пройти лабиринт. А-а-а. Используйте эту дверную ручку, чтобы повернуть стартовую ячейку. Присоединяйте... Стоп. Присоединяйте ее к другим ячейкам с помощью рычагов и поворачивайте их вместе. Так, хорошо, а как взять эту штуковую? Так, допустим, я хочу повернуть вот это. Присоединяем. 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 а она такой вместе работает по ходу да это все было продумано это все было спланировано да хорошо получилось это мама вообще жутко что мы открыли что-то открыли что-то открыли что она кажется в норме когда поет окно я это вообще-то сделала на самом-то деле мне то что-то дало типа ладно мало попрыгала весь и что еще одна тележка в деревне это всегда хорошо тут пусто лес так близко что уже начинаю нервничать так что здесь у нас куры думаю сюда приходит приходит куры когда стемнеет сами о это может пригодиться грабли так может сено нам надо растолкать нет нам не растолкать а кого бабушка но можно сюда еще зайти это ой тот мешок с мукой только что шевелился в этом ну давай граблями потом ладно убери эту фигню коробка с едой хорошо о может и здесь мы что-то сделаем солома выглядит мягко и удобно так и хочется прилечь но и не побудусь нет лавку знаешь там она колючая так что-то это точно можно будет сделать стой а и знаешь что вот потрясающе это а нам нужно к двум домикам пройти как ладно сначала мы можем так пройти это мы вот так вот здесь мы можем наверстать упущенное ну вот отлично такая загадочка очень сложно на самом деле совсем не пуговки блин что это это очень странно а это меня нашел а это всего лишь ты люси что ты здесь делаешь ты явно в прятки не не в прятки играла теперь меня найдут остальные больше не играют они у лавки заняты кое-чем другим а эх а мне ничего не сказали что аж а ты хочешь со мной поиграть люси а да не особо может поболтай немножко конечно и только оливия начала говорить мне всякие странные про чудовище я испугалась и сбежала взрослые всегда так делают я пытаюсь выяснить все возможное мне сказали что моего дядю тащил чудовище потому он был слишком поэтому что он очень слишком громко разговаривал с ним всегда было весело мне нравилась его компания я хочу знать что происходит с людьми которые исчезают можно задать тебе несколько вопросов конечно задавай ты знаешь как именно и он исчез с мы с ним играли в прятки мою любимую игру была его очередь прятаться но я так и не смог его найти я попросил взрослых помочь но они его не нашли они сказали что может быть он спрятался в лесу и заблудился ты не попробовал найти поиски с ума сошла разве ты не знаешь что это запрещено тогда у меня были бы утащили чудовище ладно я пойду так ну что ж думаю на этом мы сегодня приостановимся продолжим играть уже следующей серии если хочешь продолжение то напиши об этом комментариях и поставь обязательно лайкосик пойми ему я пойму что тебя на нравится и тогда я сниму следующий ролик так что все не забудь подписочка колокольчик и все ссылочки в описании всем пока пока